Доброе время суток, уважаемые моделисты! Продолжаем стройку немецкого истребителя Focke-Woo 190A5 Сейчас мы начнем, мы дособираем двигатель Вы помните, в третьей серии его красили Сейчас мы его соберем, склеим И постараемся, попробуем его поставить в обтекатель В капот, да, и как бы... Ну и продолжим по схеме Поехали! Везде у нас есть направляющие Очень удобно Сейчас подклеится и попробуем его поставить на место Пока что время не терять Нашел вот такие маски EX200 Resign Article от фирмы Эдуард Здесь данные маски на фонарь и на шасси Вот сейчас как раз шасси мы с вами покроем масками Подготовим к покраске Субтитры создавал DimaTorzok 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 Деталями Субтитры создавал DimaTorzok 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 Уже он никуда не денется Вот так ровненько поставили и всё Замечательно Винт у нас просто будет вставляться Ничем не закрепляться Но так как внутри у нас находится резиновая втулка Втулка не даст вылететь винту И в тот же момент винт может крутиться Всё, пусть сохнет Так, шаг следующий Вот этой краской Chrome Silver Я покрашу Гидравлику В стойк шасси Перед установкой колеса Перед установкой колеса Перед установкой колеса Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И второй Тоже Всё Пусть пока сохнет Подготовил окраску Сейчас будем красить диски шасси Чёрным цветом Фирма Akkan Так как из-за масок Нам даны только такие небольшие ободки Поэтому, чтобы не Ну, подстраховаться для себя Я ещё взял такую линейку Чтобы уж на резину Не попасть Так И задней Ещё Сейчас подожду пока подсохнет И займёмся второй стороной Это быстро Так Шасси с покраской мы закончили Сейчас я буду приклеивать выхлопы Красить я их буду на месте Это тоже очень быстро произойдёт И будем ставить уже двигатель на место Посмотрим, как он встанет Так Нам нужна Деталь E28 Это у нас Это у нас Правая часть Сочистил заусенцы Так Так Еще подточим. Еще подточим. И на клей. Аналогично деталью номер 27. Это у нас левая сторона. Ну что уж-то, блин, не хочешь? Вот. Отлично. Все пусть сохнет. Так, ну что, друзья, давайте двигатель ставить на место. У нас, естественно, я все проверил. Все встает хорошо. Вроде бы ничего не забыл. Все примерил я на крыло. Ну что, сейчас я пройдусь жидким клеем. Стало все более-менее нормально. В парах местах стыка придется шпаклевать, но это совсем мелочи. Прям совсем-совсем. Красиво получается самолет. Так, что мы следующим шагом будем делать? Следующим шагом мы поработаем с фонарем уже. Фонарь на одно место будет поставить. И стабилизаторы. И уже, я думаю, что можно будет... А, ну закроем, естественно, с низшей шасси. Закроем и уже будем наносить пришейдинг и потом уже окрашивать. Нужные цвета. Пусть сохнет пока. Итак, настало утро. Да, очень хорошо. Теперь я своим утренним взглядом оцениваю результаты нашей стыковки. И вижу то, что есть некоторые вещи, которые надо доработать. То есть, есть некоторые отверстия, которых быть не должно. Здесь щель, здесь щель. И вот здесь огромная щель. Этого быть не должно. И это мы сейчас будем убирать. Левая половина крыла, она стыковалась идеально. Справа есть небольшая ступенька. Примерно, ну даже миллиметра нет. Но я думаю, что подработать тоже можно будет. Шпаклевать щели мы будем, ну, логично, шпаклевкой. Шпаклевкой я пользуюсь... Одной из шпаклевок я пользуюсь вот такой. Фирма Томия. Она серого цвета у меня этот. Есть еще такая же белая. Но я буду пользоваться серой. И буду пользоваться такой ложечкой-шпателем фирмы Томия. Тоже очень удобно. Количество здесь понадобится небольшое. Здесь очень хорошо, что нет никакой расшивки. Что ее не надо будет потом восстанавливать. Это очень замечательно. Просто потом заполировать это место. И на этом все. И можно будет красить. Здесь можно, в принципе, с излишком нанести шпаклевку. Это все уберется. Убирается она очень легко наждачкой. Поэтому опасаться нечего. И вот по бокам тоже пройдусь. По бокам, в принципе, можно пройтись и с жидкой. Шпаклевка. Здесь тоже отверстия, щели небольшие. Да, поэтому здесь с жидкой пройдусь сейчас. У меня она тоже, естественно, есть. Вот она. Такой баночки разок очень маленький. Она дает усадку. Поэтому с больших объемных работ она не очень интересна. Как вот по сравнению с мелкими. Что-то замазать. Что-то промазать. Просто сохнет она очень быстро. Но усадку дает. Все сделаем красивенько, аккуратненько. Все будет хорошо. Можно здесь еще подмазать. И вот и в этом месте. Да. Все, на часочек отложу. Фюзеляж. Ну и уже даже не фюзеляж, а уже, можно сказать, корпус самолета. Что еще, что я подготовил за кадром вот эти пулеметы. Они у нас смоленные. Поэтому здесь пришлось немножко подработать их. Потому что их будем, естественно, приклеивать до окрашивания. Единственное, стволы будем приклеивать уже после. Уже в самом конце. Чтобы они нам не мешались. Все выступающие части. Все выступающие части нам будут мешаться. Вот так они будут выглядеть. Тоже надо будет подмазывать кое-где. Потому что это все-таки смола. Ну, примерно так. Что далее? Далее от этого мы откладываем дело хорошее. И посмотрим, что у нас получилось с шасси. Пока шпаклевка сохнет, можно заняться и колесами. Сейчас я шпатель почищу. Сейчас мы зубочисткой аккуратненько уберем маски. Я подцеплю и... Вообще почти разницы, честно говоря, нет между... Резиной и черным цветом. Тем более мы потом немножко запылим пылью. Если приглядеться, конечно, разница есть. Если сильно приглядеться. Подцепляем маски. Так, и вспомогательное колесо заднее, такая же процедура. И сейчас можно уже воедино собрать стойки шасси, уже приклеить сами колеса к ним, подготовить уже к будущему установку, установки на, естественно, самолет. Давайте этим и займемся. Продолжение следует... 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так, господа, нанес я маски на стеклянные поверхности, а именно на фонарь. И вот на эту часть, так, вот эта деталь у нас, я посмотрю, что это за деталь, во-первых, и она у нас пойдет под фонарем, проходит. Я так понимаю, что это бронеплита, сзади, которая защищает пилота. Попадание, его надо покрасить, потом с обратной стороны будет нанесена декаль, там предупреждающая декаль, небольшая мы ее нанесем. Сейчас я дошпаклюю некоторые вещи, это соединение пушек с крылом в двух местах. Я это сделаю жидкой шпаклевкой. Вот еще в одном месте нашел ненужное отверстие, мы это все зашпаклюем, потом будем красить эту деталь. И наносить на нее декаль. Дальше уже поставим, приклеим фонарь. Вот так оно будет у нас находиться. Вот как-то так. Вот, и поставим фонарь на место, и уже, ну, перед, это сделаем после того, как обработаем все шпаклевочные места. Уже поставим на место, я посмотрю, приклеим стабилизатор обязательно. И будем делать пресс-шейдинг. Вот как-то так. Пришло время покрасить, это залить, вернее даже, деталь. Все, очень быстро и просто. Зашлифовал все, что можно вот зашлифовать. Сейчас приклеиваем стабилизатор. Готовываем модель к нанесению пресс-шейдинга. Так, инструкция мне для этого понадобится. Посмотрите. Так, а восьмой у нас правый. Так. 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 Продолжение следует... 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Так, друзья мои хорошие, все готово к установке фонаря. Поставил я прицел на место, если вы видите. Вот он. Заклеил все, что ему надо было заклеить. Теперь буду устанавливать фонарь. Фонарь из двух частей стоит насухо. Естественно проверил. Все превосходно. И потом будем заниматься пришельником и закончим эту серию. Ну что, фонарь на месте. Все чики-пуки. Сейчас будем делать пришельник. Надо давление переключить на компрессор. Углу до конца ставить. Сопло у меня стоит 0,2. Это самое то, что надо. Показывать буду на быстрой съемке. Сначала. А потом уже закончу сам. Очень тонкая работа. Ай, блин. Вот. Ладно, что страшно. Очень тонкая работа. Поэтому не хочется отвлекаться. Продолжение следует. 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 И в следующей серии мы уже начнем окрашивать самолет уже в базовые цвета Начнем мы с голубого, как я помню Немцы окрашивались, вот с него и начнем Спасибо, что смотрели Смотрите продолжение, ставьте лайки Увидимся, услышимся Пока-пока